Только хуже будет. Только хуже. Там столько может быть последствий, о которых не думать, не рассказывать не хочется. Просто я побоялась. Ты меня отравить собрала, что ли? Даже не знаю, что теперь делать. Всем привет! Вы на канале Family Box. Пишите комментарии, кто любит запах сирени сейчас на улице и ее так много. Это одно из моих наиболее любимых моих деревьев. Потому что оно просто волшебно пахнет. Мы вчера купили. И вы знаете, для тех, кто не знал, чтобы сирень стояла дольше, вода должна быть сладкая. Ее нужно сахарить. Сирень сладкоежка, как я. Поэтому мы с ней друг друга любим. Ну, а я хотела бы рассказать сегодня о том, что нас ожидает сегодня очень ответственный день. Мы с Миланой сейчас идем, точнее мы сейчас кушаем, а потом мы с ней пойдем лечить зубы. В тот момент, когда мы с ней чистили зубы, ходили на чистку, все это видели на видео, нашли у нас два кариеса и мы их будем лечить. Сейчас сегодня мы пойдем лечить первый зуб. Милана очень нервничает, переживает. После того, как первый зуб полечим, у нас будет, у нее будет сводная репетиция. Совсем-совсем скоро у нее будет концерт, причем не один. В связи с этим Милана тоже очень нервничает. Будем покупать костюмы, делать прически, выступать прямо по-настоящему. Так что смотрите наши следующие видео обязательно и увидите, как Милана выступает, поет и танцует. Ну а сейчас мы пойдем уже скоро к зубному врачу. Пишите в комментариях, кто любит стоматолога. Мы с Миланой идем, куда бы вы думали, к стоматологу. Милаша, ты переживаешь? Не переживаешь? Да, переживаю. У Милана еще больше переживает по поводу своего концерта, поэтому бесконечно поет песню. Именно с этой песней она будет выступать, поэтому она все время ее репетирует. Где бы мы ни шли, что бы мы ни делали. Милана поет именно эту песню. А еще очень часто мы всей семьей бежим, идем и кричим, поем эту песню. Если город танцует, если город танцует, значит город сердцем молодой. Аккуратно надо себя вести возле дороги. Ну что, мы на месте, пришли. Милана тут борется с Вахилом. Успешно? Ты победила ее? Вроде бы да. Ну что, Милана, ты готова? Нет. Морально? Нет. Ну ничего, садись, готовься. Ну что? Вперед. Наш любимый длинный коридор. Здорово. Прямо. Доченька, прямо. У нас сегодня новый врач. Да? Я так и думаю. Здравствуйте. Милана готова. Лежит на кресле. Смотрит мультики. Милана выбрала мультик себе головоломку, да? Эй, да? Хочу рассказать о том, что у нас не получилось. Я очень расстроилась. Я не снимала. Мы с Миланой очень долго разговаривали, поэтому я не смогла снимать в этот момент. Дело в том, что Милана не дала себя лечить. Она отказалась. Она закрыла рот и больше лечить себя не позволила. Поэтому нам пришлось оттуда уйти. У врача уже были следующие пациенты. И уговаривать Милану было некогда. Поэтому мы оттуда ушли. И у Милана так и не получилось полечить зуб. Более того, нам сказали, что у нее больше кариеса, чем было. То ли первый раз врач при осмотре не заметил, что они состыкуются и второй зуб тоже заражен. То ли уже просто времени много прошло, а детские зубы очень быстро подвержены тому, что кариес распространялся. В общем, теперь нам нужно с каждой из сторон лечить по два зуба. Всего было два зуба. Теперь уже четыре. В общем, даже не знаю, что делать. Буду с Миланой сейчас еще разговаривать. Мы с ней до этого много разговаривали. Не знаю, как ее уговорить, чтобы она села. Чтобы она сделала эти зубы. Пишите в комментариях ваши советы. Потому что у нас проблема появилась. Милана не хочет лечить зубы. Она не хочет, она боится очень сильно врача. И она прямо очень переживает из-за этого. В общем, у нас получилась неудача такая. Даже не знаю, что теперь делать. Ну что, Милана, расскажи, почему ты не стала заболечить? Просто я побоялась... Как это зовут? Врач? Карина. А, ты анестезией побоялась? А почему ты побоялась анестезии? Ну, ты понимаешь, там надо маленький уколчик немножко потерпеть. И потом больно уже не будет. То есть вообще больше не будет. Нигде? Не будет чувствовать вообще. Дело в том, что зуб надо лечить. Если ты его не вылечишь, правда, если ты зубы не вылечишь, то они пойдут дальше. Гнить. И это будет очень больно. Ты потом не сможешь вообще ничего кушать, ничего пить. Мне сейчас позвонил врач, сказал, что можно прийти завтра. Ты так рада. Ты вот буквально недавно совсем отказалась. Ты не пошла, а сейчас уже рада. Потому что я боюсь, что у меня... Много зубов станет? Так да. А ты в этот раз точно не откажешься? Точно. Прям вот точно пойдешь, и все нормально будет? Ты мне обещаешь? Да. Ты ребятам обещаешь? Обещаю. Ставьте Милане лайки, чтобы ее поддержать. Чтобы она не боялась, чтобы она пошла хорошо, да? Да. Ну что, мы тогда завтра пойдем. Хорошо. И ты постараешься быть смелой и отважной, да? Стараюсь. Ну что, не знаю, насколько Милана действительно завтра у нас сможет порадовать маму, но будем надеяться и верить, потому что зубы лечить надо. И если их не лечить, только хуже будет. Только хуже. Там столько может быть последствий, о которых не думать, не рассказывать не хочется. Ну что, посмотрим, как у нас будет завтра. Ну, в общем, чтобы не расстраиваться дальше, будем заниматься делами своими. Сейчас хочу покормить Эльку. Элечка у нас сейчас стала кушать потихонечку свой корм. Она у нас любит, когда мама готовит, подходить к кухне и просить еду, да, Эля? Ну-ка покажи своего Мишку. Она у нас Мишка. Мы ее Мишкой называем. Смотрите, как она умеет бороться. Опа! Она на меня кинулась. Ах ты, ах ты, ах ты. Оп! Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Обнимашки, кусашки, кусашки, обнимашки. Надо, кстати, ногти постричь, Эль. Эль, тебе уже пора. Уже, уже, уже надо. Ёх! Ну, давай я тебя покормлю. Смотри, что у меня для тебя есть. У меня для тебя есть корм. Мягкий корм. Кстати, первый раз, когда я его дала, Элька даже не стала его есть. А сейчас она его съела полностью. Сейчас я вам дам и посмотрим, будет она его есть или не, или нет. А вот наш помощник-дружок в это время. Покатается. В общем, смотрим. Итак, Эля. Мастер-класс. Начала. Вы знаете, я заметила с возрастом, как только она начала расти, она стала много есть. Причем она сейчас с удовольствием пробует практически все. Она у нас сейчас любит сырое мясо индейки. Ну, курицу, кстати, вареную, так себе через раз. Вот. А вчера вареную индейку давали, она даже не стала ее есть. Но мягкий корм свой, который вот для котят специально, она ест с удовольствием. Ну и, конечно, как же без этого корма. Сейчас Эльчик поест. Потом, наверное, будем Милане ногти красить. Почему-то, мне кажется, они уже у нее потерлись. И у меня есть идея, что можно сделать. Мы с Миланой добрались до ее ногтей. У нее уже немножко стерся лак. Сейчас она себе его полностью снимет этим очистителем. И у меня, знаешь, какая Милан идея? Я предлагаю тебе накрасить ногти розовым лаком. Потому что у нас с тобой все время был фиолетовый. Чтобы как бы разнообразить вариант. И фиолетовым можно что-то нарисовать. Тут такой лак прикольный, слушайте. Вот мне прям нравится. Тут есть прям как ручка, и можно рисовать. Я что предлагаю? Можно нарисовать сердечко. Можно нарисовать смайлик. Можно нарисовать звездочку. А можно вообще на двух-трех пальцах разные геометрические фигуры. Звезда, сердечко, кружочек, что-то такое. У Миланы, кстати, опять скоро будет концерт. И нужно, чтобы ногти выглядели отлично. Ой! И мне отравить собрала, что ли? Фу! А че он так так? Ну так это ацетон. Тебе помочь? Можно. Я сама. Сама? Не знаю. Сейчас накрасим и вам покажем. Ребята, а вы любите маникюр или свои обычные ногти? Что вы любите больше? Да. Маникюр или свои обычные ногти? Я люблю маникюр, как мама. Мама, мне и мы любим маникюр. Вот такие получились ногти у Миланы. Оценивайте, ставьте лайки. Тебе, Милана, самое нравится? Да. Взял машинки с тобой? Да. Да. А Милана взяла куклу. Ну а вообще, после того, как накрасили ногти, мы с Миланой идем выбирать ей платье. Потому что скоро будет концерт, и Милане нужно платье. Да? Да, папа? Да. Милана, скажи, а какое бы платье ты хотела? Нужно белое праздничное. Как ты думаешь, пышное лучше взять или такое обтягиваешь? Я думаю, пышное лучше. Пышное? Да. Мне кажется, пышное больше, ну как-то красивое. Более, да? Да. Напишите в комментариях, как вы думаете, какое платье лучше взять, а мы сейчас пойдем смотреть и мерить. Так, мы зашли в детский мир. Ну, надо, слушай, надо побольше платья смотреть. Этот размер маленький. Нам нужно чисто белое платье, чтобы никаких не было принтов. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, колготочки-то там не нужны. У нас там белые носочки, либо телесные у нас и то, и то есть. Вот. А что касается платья, вот нам платье надо. Там такое чисто белое концертное, у нас их нет. Ну, я не знаю, они так решили номер сделать. С чисто белым платьем. Вот. Мы зашли в магазинчик, нам очень понравилось вот это платье. Да, Милана? Такое нежное. Это очень красивое. Вау. Вау. Тоже нравится? Ну, давайте, давайте померим. Давайте померим, пойдем в примерочную и оденем платьишко. Пойдем. Так, ну что, дамочка, тебе нравится? Нет. И тебе нравится? Это вот так должно быть. Вот так. Да, я посмотрю. Ну вот как-то немножко вот тут вот широковато. 120 дам. Так-то, по идее, по длине вот как бы хорошо, а вот тут прям широковато. Оно у тебя должно быть, обтягивать тебя должно. Это у нас встроенная дама. Посмотри, покрутись рядом. Это 128 нам дали. А у нас 120. Тебе вообще-то нравится это платье? Очень. Так, это у нас второе платье. Милашенька, покрутись. Да, вот это. А, там это, бирка? Вешалка. Там бирка, да, че-нибудь. Покрутись. Ой, как красиво, Милана. Ну, слушай, ну ты такая красивая. Тебе нравится? Какое тебе больше нравится? Ой, какое красивое платье. Все. Ну, слушай, я не знаю, а какое тебе удобнее тогда? В каком тебе удобнее? В том удобнее? Это коллет где-то? Ну, там вот бирка коллет. На это внимание не обращаю. Да, бирочка тебе ценит. Мне кажется, просто мне вот это больше нравится. Не, а так мне ничего больше не нравится. Ну, какое платье тебе больше нравится, красотка? Это или это? Это. Ну что, мы купили платьишко Милане. А какое платьишко вы узнаете уже, когда будете смотреть ее концерт. Так что обязательно смотрите следующее видео. Ну, а мы сейчас покушаем и побежим на Миланины репетиции. Сегодня у нее занятия, будут они репетировать свой номер. Да? Да. Ты выучила песню уже, знаешь? Давай споем. Ну-ка. Этот мир для детей станет проще и добрее, если дружба сильна и чиста. Где? Единый? Единые дела. Где свободно едана нам Россия, одна семья. Ну, а мы бежим кушать и на наши тренировки. Милана отзанималась на своих занятиях. Мы находились в магазинах, пришли домой. Пойдемте посмотрим, что делают Милана и Даня сейчас. Что делаете? Пианино. О, классная идея. Милана придумала идею нарисовать пианино. И что ты поешь? Пианино. А что делаешь ты? Данечка смотрит свой любимый Капуки-Кануки. Да. Мотик, свою Машу смотришь? Да, Машу. Маша. А Эля играется тут с шариков. Самая простая нотка это вот эта. Вот так, так, так. И вот самая простая нотка. А, ну да. Что за нотка, как она называется? Сипа. Да? Да. Не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, что это за нота. На самом деле, я-то ноты не знаю, не изучаю. Милана только начала, поэтому мы с ума лучше спросим, да? Папа, не начнете ставьте лайки, чтобы получилась лайки. Всем лайки приснились, да? Да. Да, точно. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.